МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Днями». Я Ирина Акулович. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем нужно только напряжь своей работы. Других возможностей ни у кого нет. Новая школа в Кричеве, предприятие в Костюковичах, развитие Юго-Востока. И при высоком Бали эти дети должны иметь значительные преференции, без сдачи каких бы там ни было цифр. Парламентарий Игорь Марзалюк. Прогрядущее изменение в сфере образования. Что сейчас на данный момент больше всего расходится? Ягоды. Ягоды. Люди хотят ягоды. Интонация недели свежевитаминная. Выбор и цены на Могилевском рынке. Или водить психологу, или сделать операцию. Одно из двух. Детская пластическая хирургия в областной больнице. Первые пять операций. Люди посполитые. Ну, я сел, а города Могилево на славу. Дударский цех. Культурное наследие Могилевщины. Юго-Восток Могилевщины. Уже почти два года как действует указ главы государства о развитии этого региона. За это время на территории семи районов появилось более 70 новых коммерческих организаций. Большинство из них созданы именно в последний год. Инвесторам предлагают выгодные преференции для ведения бизнеса. Они изучают ситуацию и с осторожностью, но начинают вкладывать деньги в Юго-Восток. Хотя сегодня речь идет не только о развитии бизнеса, но и о социальной сфере. Днями это обсуждали в Кустяковичах и Кричеве. Подробности у Елены Соловьевой. В Юго-Восточном регионе зарегистрировано более 400 коммерческих организаций. За два года действия указа их количество выросло на 3,3%. Вместе с тем существенно улучшить социально-экономическое развитие Юго-Востока, отмечают в Комитете экономики, пока не получилось. В то время как крупный инвестор пока опасается вкладывать в бизнес. Частники готовы работать на своей земле. Я здесь вырос и живу. Если бы я родился где-то в другом регионе, может быть я занимался бы там. Андрей Лобачев развивает в Кустяковичах сеть общепита за счет собственных и кредитных средств. Предприниматель замахнулся на фастфуд. Для этого выкупил старое здание бывшей гостиницы. По соседству швейный цех и розничная торговля пока работают для жителей райцентра. Но в планах открыть свои филиалы в агрогородках района, а также экспортировать детскую одежду в Россию. Спрос очень хороший. И я думаю, что если бы не было спроса, то и не было бы какого-то объекта, и не было бы даже этого магазина. Вместе эти два предприятия дали Кустяковичскому району рабочие места – около 40. Социальная сфера развивается в соседнем Кричеве. В городе завершается строительство большой школы с бассейном и стадионом в микрорайоне Комсомольский. Днями на площадке побывали вице-премьер Анатолий Калинин и председатель Могилевского облсполкома Владимир Доманевский. 1 сентября школа должна быть открыта. Готовьтесь к празднику серьезно. Новую Кричевскую школу нужно сделать самой современной. В том числе и внедрить на данном объекте современные наши IT-технологии, что характерно будет для молодого поколения в данном школе. Теперь решен вопрос о финансировании для завершения строительства. Пополам платят областной и республиканский бюджет. Школьный комплекс готов на 80%. Но все равно работы еще очень много. Объект по основной части на 80% готов. И в сжатые сроки, практически два месяца, строители должны наверстать то, что было упущено в весенний период. Пять месяцев назад в Костюковичах открылся физкультурно-оздоровительный центр. Здесь вспоминают, в первые дни работы был настоящий ажиотаж. Постоянно три раза в неделю бассейн, тренажерка. Как положено? Хорошо, что есть такой спортивный объект. Ну, что вы, конечно, мы так долго ждали этого объекта. За годы работы костюковичские секции по боксу и дюдо воспитались десяток мастеров спорта и членов Белорусской национальной сборной. Раньше приходилось ютиться в небольших помещениях. Теперь секции арендовали просторное место для тренировок. Здесь, конечно, удобно. Во-первых, восстановительные все эти залы есть. И бассейн, и тренажерный зал. Меня сюда впервые привел папа. И мне очень понравилось, когда я пришел сюда первый раз. А дома близко? Да, близко. Социально-экономическое развитие Юго-Востока пока полностью не оправдало ожиданий. С одной стороны, это показывает, что выработанные механизмы неэффективны. С другой, прошло всего два года с момента начала действия указа. Планы есть. Банки должны предоставлять кредитные ресурсы, органы власти и депутатский корпус, изучить опыт свободной экономической зоны Могилев и индустриального парка «Великий камень» и предлагать инвесторам еще более выгодные преференции. В результате совместной работы, по своим показателям, юго-восточные районы должны выйти на уровень развития базовых районов Могилевской области. В Могилевской области более 10 тысяч выпускников средних школ. Сейчас, после волны выпускных баллов, почти все они сдают тесты. Централизованное тестирование продолжится до 2 июля. Самый востребованный тест по русскому языку. Его сдавали почти 9,5 тысяч молодых людей. Про их надежды и мечты наш корреспондент Кристина Каранкевич спрашивала на выпускном вечере в 11-й Могилевской школе. Здесь, кстати, почетным гостем был чрезвычайный полномочный посол Франции. Сейчас главная цель – это сдать экзамен так, чтобы специальность, которая нравится, стала моей профессией. Какая специальность нравится? Я бы хотела стать программистом. Самая моя глобальная мечта – это поступить и стать доктором, лечить людей, помогать им. Поэтому я приложу для этого все усилия, чтобы исполнилась моя мечта. Так серьезно вчерашние школьники рассуждают про свое будущее, двери в которые открылись перед ними. У кого-то цель – это помогать всем, у кого-то цель – это какой-то успешный бизнес открыть. То есть у каждого свой смысл жизни. Рассуждать о смысле жизни теперь в самый раз. Во взрослой жизни будет больше свободы, впереди новые знакомства, друзья и большие планы. Я потихонечку начинаю создавать свою рок-группу, с которой хочу продвигаться по территории РБ. Возможно, по России и по Европе. Я желаю, чтобы их дорога была интересной, творческой, созидательной. Чтобы они учились, искали, дерзали и, конечно же, были счастливы. Родители, учителя, друзья и среди гостей – чрезвычайный полномочный посол Франции. Господин Дидье Конес специально приехал на выпускной вечер, чтобы вручить сертификаты посольства о Франции выпускникам франкофонных классов. Я надеюсь, что некоторые из них приедут, воспользуются тем, что они говорят по-вшанцузски, чтобы приехать учиться во Франции и потом вернуться в Белоруссию с тем, чтобы, естественно, становиться мостиками между Францией и Белоруссией. И все-таки школьные годы – это чудесное и почти беззаботное время, в которое всем иногда хочется вернуться. И выпускники это понимают. Вопрос образования всегда самый актуальный для детей и их родителей. Про изменения, которые готовятся в сфере образования, мы спросим у гостя нашей студии. Председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Морозалюка. Здравствуйте, Игорь Александрович. Добрый день. Буквально этими днями заявлено, что правила приема высшего учебного заведения будут изменены. Значит, во-первых, абитуриенты, которые будут сдавать СТ, они имеют право сдавать СТ по четырем предметам, а не по трем, как это было ранее. Это возможность все-таки выбора, вдруг что-то не сложилось. Да, вдруг что-то не сложилось. Дальше. Очень важно то, что результаты СТ теперь будут действовать в течение двух лет с момента сдачи централизованного достижения. Если кто-то не убил, что-то может связать. Ранее надо только один год действовать. То есть я считаю, что это тоже такая существенная либерализация. Есть преференции для тех, кто будет поступать после профильных классов на педагогические специальности. Они будут допускаться без вступительных испытаний. Можно сразу вопрос? Вот как вы считаете, мы таким образом не пропускаем в педагоги всех, кто плохо учился? Время покажет, насколько это эффективно. Это впервые, это в порядке эксперимента. Я вообще считаю, что здесь есть о чем говорить. Я считаю правильным внести дополнение, хотя возможно на следующий год. Сейчас это уже невозможно, будет так, как я сказал. Но я считаю, что те, кто заканчивает средние специальные учебные заведения, скажем, те же педколледжи, они должны тоже иметь такое же право, потому что там люди занимаются уже несколько лет по избранному профилю, они должны иметь это право. Это еще более серьезно, чем профильный класс, правильно? Да, конечно. Вот, Игорь Александрович, меня очень волнует вопрос, когда мы говорим о системе образования и произносим вот эту фразу, есть что менять. За последние годы, на мой взгляд, очень часто менялось что-то в системе образования. Десять лет, одиннадцать лет. В восемь утра идем в школу, в девять утра идем в школу. Больше математики, меньше физкультуры и наоборот. То есть не кажется ли вам, что изменений в сфере образования уже было достаточно много? Или они были не очень грамотные? Я с вами соглашусь, что многие новации, в кавычках, как-то качают систему такое ощущение. Они были сырыми, непродуманными и не очень качественными. Я при всем при том, несмотря на все это, система, особенно если говорить среднюю, среднюю, специальную образование. Вы сказали, что она работает достаточно хорошо. Она работает достаточно хорошо и качественно. Если бы у нас среднее, среднее специальное образование было плохим, то, наверное, наши абитуриенты, лучшие, естественно, абитуриенты, не смогли бы успешно поступать в самые престижные вузы планеты и там учиться. Кстати, это большое... А вот вы говорили недавно о том, что здесь есть очень большой вопрос, когда приезжают из Питера, из Москвы, смотрят, кто лучший, говорят, пройдите небольшой тест и забирают. Мы очень строго относимся к своим лучшим детям, потому что действительно, вот цифра 35 тысяч на сегодняшний день бывших абитуриентов белорусских, а ныне студентов, обучаются в самых престижных вузах Европы и мира. За периметром обучаются страны. Вроде как престижно, но... Конечно, но это очень большой и вопрос к системе высшего образования нашей страны. Почему не хотят оставаться здесь? Почему не хотят оставаться здесь? Значит, не устраивают качество тех специальностей. Но это только одна часть, одна сторона медали. Если ребенок вот эту конкурсную какую-то среднюю тестовую олимпиаду потянул, сделал, ну, естественно, что он потянет. А если у него там балл выше 8 в 9, то, безусловно, это будет высококачественный студент, а на выходе суперспециалист. Поэтому я считаю, что не только по педспециальностях, но и по ряду других специальностей, с учетом качества на выходе, мы должны такие же вещи делать. То есть мы... О чем я говорю? Этого нет на сегодняшний день, но я буду стремиться. Мы должны вернуть полновесность государственных экзаменов за курс гимназии, лицея, средней школы. И при высоком бале эти дети должны иметь значительные преференции без сдачи, каких бы там ни было ЦТ. Вот я в качестве положительного примера хочу похвалить Белорусско-Российский университет, как работает Игорь Сергеевич Сазонова, его команда. Этому надо всем учиться. Как они работают с гимназиями, с колледжами, с лицеями. Не считаете ли Вы, что белорусского языка в школе должно быть больше? Я лечу, что повинно быть у любой школе, незалежно от того русскомовного на белорусскомовного, певный дентельменский набор дисциплин, яки в обовязковом парадку повинна выкладаться на белорусской мове. Так, как это было еще 5-6 год, 7 тому. Я лечу, что история Беларуси повинна выкладаться по белорусскому, незалежно от того русскомовного форма научения, ци беларуска мовная форма научания. География Беларуси повинна в обовязковом парадку выкладаться по беларуску. Ну и повинны быть уроки, так бы, мовной компетенции. Я лечу, что это проблема, в первую очередь, высшей системы эдукации. Учителя, не как-то вы сами. Потому что каждый наставник повинен без проблем выкладать в любую хвилю. Добра володость мовой. И одной, и другой мовой. Вот так, как в законе об державной службе. Я благодарю вас за интервью. И дякую вам. Большое спасибо. Сейчас ответственная пора для выпускников. И дело не только в тестировании. Они переступают порог во взрослую и уже почти самостоятельную жизнь. Какой она будет, родители волнуются. Хорошо об этом сказала Тейлор Момсон. Американская актриса, фотомодель и лидер группы The Pretty Reckless. Название переводится как довольно безрассудное. Тейлор ходила в католическую школу, но уже с трех лет начала сниматься в рекламе. И это, подчеркивает, она была тяжелой работой. Сроку известность девушке принесла роль в сериале, а теперь она путешествует по миру со своей музыкальной группой. Тейлор Момсон как-то призналась. Взрослыми становятся не тогда, когда перестают слушать маму, а когда понимают, что мама была права. И я как мама присоединяюсь. Интонация недели витаминная. Ягоды, овощи и фрукты заполнили прилавки рынков. В этом году сезон свежей зелени несколько запоздал, дней на десять. Весенняя холода немного повредили растениям, но рынок бурлит. Спросом пользуются еще довольно дорогие персики и перцы и постепенно дешевеющие томаты и огурцы. Теперь импорт новой слов на рынке примерно поровну. С выборами и ценами познакомилась наш корреспондент Олеся Рыбалка. На рынке пахнет ягодами. Июнь – вкусный клубнично-черешневый месяц. У прилавков любопытствуют взрослые, дети рядом в ожидании сладкой ягодки. Больше всего черешни молдавской – от 4 до 5 рублей за кило, узбекская – до 8. Из европейской Испании дороже и даже намного – 15 и даже 20 рублей. 3,50 от ИП – минимальная цена на рынке. Она немножко с кислиночкой, поэтому дешевле чуть-чуть. А так нормальная можно кушать. Кстати, по объемам черешня всегда одна из самых продаваемых ягод. Продавцы торговаться не хотят, но снять пробу точно дают. Даже немытую ягоду отваживаются проверить на вкус многие. Клубника на рынке есть украинская, польская, но больше всего белорусской – из Бреста. Самый низкий ценник у продавцов облпотребсоюза – 4 с небольшим, потом по возрастающей. И вот она бомба, как говорит сама продавец. По качеству идеальная. Ковешный, соответствующий ценник. 10 рублей. 10 рублей килограмм. Но у покупателя есть право выбора. Он может взять по 5,50. Она будет чуть поменьше, но она будет тоже сладкая, хорошая, брестская клубника. Своя клубника из Могилевской области появится уже скоро, недели через две. Предложения на рынке есть на любой карман. Взять хотя бы томаты. 2,25 – цена минимальная за белорусские. 2,60 – турецкие, 5,8 – азербайджанские. Отечественные, тепличные продают за 3 рубля. И пока больших продаж нет. Погода плохая, не созревают. Видите, они буроватые немножко. Помидоры по 5 рублей. А чьи помидоры вы купили? Не белорусские? Нет, не белорусские. Наверное, не белорусские. Но они очень вкусные. А белорусская продукция у вас есть? На сегодняшний день только капуста. Цена капусты? Цена капусты – 2,50 килограмм. Дороговато. К капусте майский мороз навредил, пожалуй, больше всего. Много вымерзла. А того и цена – 2,25 рубля и не ниже. К середине июня в прошлом году стоимость уже приблизилась к 1 рублю. К капустному же салату вдоволь и зелени. Вся домашняя, белорусская, практически везде 50 копеек за 100 грамм. Как сговорившись, продают торговцы. Хотя нет. Молодой лук из Узбекистана все же выбивается. Руб 80 и точка. Если брать соотношение пенсии и цены, то, конечно, они несоизмеримы. Цены очень высокие. А если брать в пределах Беларуси, какие цены на комаровки, у нас-то они приблизительно одинаковы. Любителям огурцов к этому сплошь к шкловскому ряду. Маленькие пупырчатые отдают по 2 рубля за килограмм. Снижение будет, да, в любом? Ну, конечно, я думаю, что да. В зависимости от огурца. Если огурцов будет много, то будет, конечно, снижение. Хотелось бы уже лето дешевле. Картофель уже молодой, но на рынке его мало. За кило украинского – полтора-два с половиной рубля. Белорусский из Бреста только у одного продавца. И тоже по 2,50. Ненамного отличается и урожай прошлогодний. Продают ведрами. За килограмм выходит рубль 20. Ну, для белорусов же картошка должна быть дешевой. Кто вам сказал? На ней надо работать в два раза больше, чем где? Спорить не будем. Попробуем лучше подсчитать, во сколько обойдутся эти витамины из расчета на семью. Для четверых человек начинаем выбирать минимальный набор на два дня. Здравствуйте. Черешню положите мне, пожалуйста. Наверное, купим мы качанчик капусты. Суммируем шесть позиций. Томат, огурец, капуста, картофель, черешня и апельсинь. Итог оказался таков. 15 рублей 70 копеек за наши продукты. Хотя вложиться я собиралась в 10 рублей. Не получилось. Тем не менее, за ягодно-фруктово-овощными покупками на рынке идут. Сезон впереди. А значит, надо успеть получить максимум пользы от такой витаминной красоты. Медики этими днями отмечают свой профессиональный праздник. Врач, наверное, самая нужная профессия на земле, потому что без доктора уж точно не обходится никто. В Могилевской области работает 5 тысяч врачей, а всего сфера охраны здоровья насчитывает 32 тысячи сотрудников. Медики регионов стремятся освоить новые методики и технологии. Например, в областной детской больнице развивают пластическую хирургию. С первыми пациентами детских пластических хирургов в Могилеве встретилась Екатерина Городницкая. Пластические операции всегда вызывали много споров. Они выходят за принципы обычной медицины, когда доктор в первую очередь спасает жизнь. Пластический хирург спасает больше души. Вот и 12-летняя Лиза надеется на помощь. Она согласна на операцию и на уколы, лишь бы доктор исправил уши. Тебе не нравились твои ушки? Да. И вы знаете, чем дальше, все хуже и хуже. У нас только была прическа, это две косички заплетенные. Поэтому мне уже так стало ее жалко. Она приходила со слезами. Мы не только в школе, мы еще посещаем модельное агентство. Поэтому я уже тоже решила, что это необходимо. Это называется лопоухость. С ней в разной степени выраженности рождается почти 50% людей. Этот дефект не влияет на слух, но часто травмирует психику. А детские комплексы, как правило, строят всю нашу жизнь. Для детей пластика требует определенных анестезиологического пособия, то есть анестезии. В условиях нашей больницы есть все условия для операции у детей. Строительство хирургического корпуса в детской областной больнице и современное оборудование, которое поступало под проект, позволяют развивать в регионе не только пластические операции. Развитие получила и детская офтальмология, ортопедия, эндоскопия, урология. Мы освоили и внедрили в нашу практику более 50 новых методик оперативных вмешательств у детей. В том числе это высокотехнологичные операции, которых на сегодняшний день выполнено более 500. Мы будем развивать детскую хирургию не только в привычном для ее виде в плане лечения хирургических заболеваний у детей, но мы уже будем смотреть и в сторону улучшения качества жизни наших маленьких пациентов. Любой врач, который делает операции, в своем роде пластический хирург. Но чтобы познать все тонкости, Михаил Гавриленко долго стажировался. И его опыта наверняка хватит, чтобы проводить операции взрослым. Например, подтяжку лица, липосакцию. Сегодня необходимые документы проходят с согласованием в министерстве. Лично мне нравится людям нести какую-то красоту, видишь результат. Конечно, важно не, чтобы хирург был доволен, важно, чтобы был доволен пациент. Конечно, красота – понятие относительное. Отношение к ней, а также к себе, и стремится изменить пластический хирург. С первым пациентом, которому сделали пластику ушей в областной детской больнице, получилось. Тимофей на каникулах отдыхает, а мама встретилась с нами, чтобы показать фотографии сына до и после. Когда у него же стали возникать проблемы со сверстником, я вижу, что он, допустим, не хочет общаться с некоторыми детьми. Я у него спрашиваю, в чем проблема, что случилось. Они меня обзывают, я не хочу с ними общаться. Я просто решила сделать ему все-таки эту операцию, потому что до того момента, пока он вырастет, у него уже какие-то психологические травмы будут. Ну, или водить психологу, или сделать операцию, одну из двух. О пластических операциях можно долго спорить, но красота спасет мир. Умение ценить и создавать красоту внешнюю способствует развитию красоты внутренней, а она воспитывает доброту, милосердие и сострадание. Подготовка к празднованию юбилея Могилева всколыхнула интерес к истории родного города. Например, во времена Магдебургского права, несколько сотен лет назад, в Могилеве все работники объединялись в цеха. Но не только ремесленники, кузнецы, департные, а и люди творческих профессий. Теперь в областном центре энтузиасты вновь объединяются в Дударский цех. Его участники, согласно уставу, цитирую, играют в собе нос бахачэння, люду посполитому на веселье, а горду Могилеву на славу, расскажет Лена Борисовна. В немудрагилистую мелодую минавито Дуда наполнила неким магодным, ті несероднявечим учаням. Инструмент миф, ведомый на Беларуси за глубокой старожидности, саправды мае літеральна гипнотична оздіянія, якою и выправила год 20 тому льос філолога Кастуся на музику Дудара. Только я его пачу, ну, може, да, якая павна містика, я, коголю, человек не схильный до містики, але ось там стадо гэтых мурашов пробеглася по шпине, я кажу, ось то, что я хочу. Із пэлны адказнастю музыка і мастер, якій бавучае усе особливості сваёй Дуды, робець вясново, што адзін з найбольш архаічних інструментів, распавсюжэны ад Іспании до Індії, мае права на назву «Дуда беларускай», бо звязаны з ментальності народа. Ось це скоки, танцы, некая така інтенція, яка, ну, супроводжае чоловіка у вирощаючого момента життя. Вяселі там, хрістіни знов жиш, святи, земля робчая, напевно, да, купальня, ну, куди ж купальня без Дуды Рану. А йосі наші дуді і особливості конструкцій, починаючи от той самий, што Гришка і Савка ладзі ліща роту. Де гацікі нашага прыгожага пісьменства, у Богушевіча дудка беларускай, купали, жалейка, груна, дудар, абралі гэты інструмент музычным псімбалам країны. А могилёвскія музыкі ў вольнам яднанні маюць намеці і вертанні цыхавых традицій. Ну, у нас такі все ж такі цех, не сказав, што йон дударскі, он, скучай, музыкантскі, гэта так сама принцыполова бува. Бо і Скрипалі, і дудары, і хто завгодна, всіх, хто сабіна з задовальненні люду паспалітаму веселья, місцю Магилёву на славу працуючі, то я не мусяць в гэтым цеху бэць уключнамі гэту корпарацію. І напоследок про літературу. 18 іюня 1924 року родився Василь Быков, народний писатель Беларуси, участник Великої Отечественої войны, общественный деятель. Дожить до рассвета, сотников, знак беды, мёртвым не больно, и вся военная проза Быкова о нравственном выборе человека в самые драматичные моменты жизни. Его книги нужно читать, потому что и в наше, слава Богу, мирное время, выбор тоже приходится делать. У произведений Быкова есть экранизации. Один из фильмов так впечатлил Петра Машерова, что он плакал на премьере. И это позволило авторам избежать советских цензурных ножниц. А итальянский режиссёр Джузеппе де Сантис хотел экранизировать альпийскую балладу, но такого права им не не дали. Беларуси Василя Быкова помнят и перечитывают. Берегите себя. Программа «Днями». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова